По количеству провозглашенных непризнанных террористических государств, боевик Александр Захарченко уже может смело претендовать на строку в Книге рекордов. Сначала так называемая ДНР. Будет жить в самом красивом регионе бывшей Украины, и вот это будет Донецкая Народная Республика. Затем Новороссия. Создавать Новороссию на территории двух республик можно, нужно. И наконец, в середине июля 17-го боевик достает из самых дальних закромов и стряхивает Нафталин с идеей так называемой Малороссии. Мы, представители регионов бывшей Украины, предлагаем переучреждать государство и на месте бывшей Украины, опираясь на историческую предпосылку, учреждать государство Малороссия. Федеральные российские СМИ от предложения куриного генерала в восторге. Нам учреждение нового государства, которое должно заменить Украину, объявил сегодня глава ДНР Александр Захарченко. Кремлевские служители пера новость подают едва ли не как свершившиеся факты без тени критики. Новое независимое суверенное государство, Малороссия, состав которого, по идее, должны войти все территории Украины, исключая вошедшие ранее в Россию Крым. Очевидно, что именно так звучит главная мечта Кремля. И, скорее всего, марионетки Захарченко просто предложили озвучить грезы великоросских кукловодов. Я думаю, все это часть российского дискурса, который проводит Путин в последние годы. И Украина является важной составляющей этого дискурса и рассматривается как часть Российской империи. Но что бы там ни происходило, это плотно согласовано с Кремлем. В то время как весь цивилизованный мир осуждает террористов, идею Малороссии одобряет и хвалит помощник президента РФ Владислав Сурков. Весь этот хайп по поводу воображаемого государства Малороссия в целом полезен. Главное здесь то, что Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность. За всю Украину, а не за ее часть. Владислав Сурков, помощник президента РФ на заседании с экспертами, сообщает издание «Комсомольская правда». Если раньше жителям оккупированных территорий слагали басни о праведной защите родной земли, теперь их планируют посылать отвоевывать всю Украину. Цель ДНР, цель Захарченко, по сути, захватить Украину и превратить ее в Малороссию. Это значит, что боевики в Донбассе сегодня ведут не оборонительную войну, а они сегодня ведут войну агрессивную, захватничеству. Потому что они сами об этом говорят прямым текстом. И это на самом деле очень важное признание. Жители оккупированных территорий идею Малороссии горячо поддержали. Только вот почти никто из них не понял, что имел в виду террористический лидер. Я Захарченко, республика, ДНР, ДНР, Малороссия, Малороссия, главное, что без Украины. Но ведь речь шла как раз о всей Украине. Давно пора присоединиться к Донбассу, чтобы у нас, вернее, к Донецку, чтобы у нас уже все было единое. У нас Луганск, Донецк, у нас все время было одно. Я лишь на Захарченко. Давно пора, да. Из запроса, проведенного в оккупированном Луганске, становится ясно, что люди не в курсе последней порции бреда от оккупационного правительства. Большинство занято исключительно вопросами физического выживания. Мы вообще ничего не хотим, дитер. Мы хотим, чтобы пенсию нам добавили, и все. Мне хочется, чтобы нам только пенсию здесь выдавали. Больше ничего не хочу. Нашлись и те, кто сохранил здравомыслие, и даже под угрозой физической расправы не боятся говорить правду. Я украинка, и считаю, что Украина, как была, такая должна быть. А Малороссия, Дороссия, то все так прям пнуть, как до зада что-нибудь. Я считаю, что это неправильно. Всю жизнь я тут живу, и было все хорошо, пока это не придумали. В террористической ЛНР заявили, что ни о какой Малороссии знать не знают. И если что, они против. Луганская Народная Республика не направляла своих официальных делегатов в Донецк для участия в заседании представителей региона Украины. На сегодняшний день мы соблюдаем Минские соглашения, альтернативы которым нет. Уже через неделю после пафосного объявления о создании Малороссии Захарченко сделал вид, что всем показалось. Глава отметил, что окончательного решения о создании нового государственного образования не принималось и уточнил, что это было лишь дискуссионным предложением. Окончательные решения еще не приняты, но самое главное, дискуссия будет продолжена. Так вслед за Новороссией Малороссия почила на кладбище гениальных идей Кремля. Эта идея может теоретически быть использована в будущем, но она продемонстрировала неэффективность, нежизнеспособность и шансы, что она еще будет всплывать, очень маленькие. Пока Захарченко создавал Малороссию, Плотницкий готовился отправить в космос гражданина ЛНР. Эти фотографии экрана с опросом на местном луганском телеканале «Луганск-24» недавно появились в сети. Плотницкий конструирует виртуальную реальность. Если нет реальных достижений на Земле, то он обещает, что мы затянем пояса и прорвемся к космосу. Если судить по сюжетам местного ТВ, ральф так называемых ЛНР-ТНР уже наступил. Прежде всего, экономический. Александр Захарченко отметил, уже более 40% товаров в торговых сетях отечественные. Однако на этом останавливаться не стоит. Импортозамещение должно продолжиться. Просто-таки настоящее экономическое чудо. Дальше больше. Количество предприятий торговли выросло на 60,5%. Опираясь на эти цифры, можно с уверенностью говорить об успешном развитии торговли в ДНР. И пока молодые республики развиваются, в Украине творится страх и ужас. Экономический упадок и эмиграция делают Украину безлюдной. Украинцы массово уезжают на заработки в другие страны. В то время как оккупированным территориям Донбасса грозит настоящая экологическая катастрофа. Из-за затопленных шахт пропаганда боевиков вещает о плачевном состоянии дел в стане киевских карателей. Экологи всерьез обеспокоены временно неподконтрольными территориями Донбасса. Такие проблемы, как загрязнение отходами, потопление шахт, вырубка лесов и многие другие, украинские власти пускают на самотек. Под разными предлогами и поводами жителям оккупированных районов буквально вдалбливают в голову, что Украина их бросила и хочет полностью уничтожить. Украине, собственно говоря, не нужна промышленность, не нужны инфраструктуры, ей нужна территория, желательно без людей. На самом же деле люди в так называемых ЛНР-ДНР находятся на грани выживания. С 1 июля практически все шахты там закрыты, а шахтеры в неоплачиваемых отпусках. В России Донецкий уголь практически не нужен, он слишком дорогой, кроме того, он создает ненужную конкуренцию к узбасскому углу. Поэтому шахты закрываются, мы видим, идет затопление многих шахт, что перестает функционировать нормальные механизмы, они перестают откачивать оттуда воду. Отжатые заводы лишь изредка получают заказы из России. В местных СМИ это подается как праздник. Теперь для предприятия наступила белая полоса. Они получили заказ из России на ремонт около 150 секций горной крепи. Свердловский машзавод до оккупации называли предприятием из Золотого фонда Донбасса. Сейчас он выглядит полузаброшенным. Как и все остальные уцелевшие предприятия, завод работает от силы на 10% своей мощности. А это Харциский трубный завод. Мы же с вами остались теми людьми, которые здесь боролись за свои принципы, за подвиги наших предков. Это наши с вами ценности. Вместо работы и денег – разговоры о принципах. Чтобы сотрудники хоть как-то выживали, им снова предлагают продуктовые наборы. 127 сотрудников, относящихся к льготным категориям граждан, приняли гуманитарные продуктовые наборы. А кто не самый нуждающийся, тот обойдется членским билетом движения ДНР. Членские билеты позволят решить многие проблемы, в том числе и производственные. Как именно членские билеты решат проблему простоя завода, в сюжете решили не уточнять. Это все делается для поддержания в них какой-то жизни, для поддержания, чтобы они совсем не закрылись, не развалились. И это нельзя назвать полноценной работой. Чтобы доказать, что в псевдореспублике все отлично, боевики с барского плеча устанавливают в Харциске детскую площадку. Инициатива установки зоны отдыха и развлечения принадлежит главе ДНР. Площадка, состоящая из двух турников и маленькой горки, настолько убога, что ее стараются не показывать в сюжете. Зато на открытие этого съехалась чуть ли не толпа чиновников. Была перерезана красная лента, ко всем присутствующим обратились гости. Чтобы у вас была возможность здорово проводить досуг. Обычную работу городских служб боевики назвали подарком. И как минимум трижды похвалили царя всея ДНР Захарченко за площадку. Примите искренний подарок от общественного движения Донецкой республики, от главы нашего государства, Оксана Владимировича, от Захарченко. Давайте лучше посмотрим, что они уничтожили. Ту спортивную инфраструктуру Донбасса, которая была создана, да, куда прилетали лучшие футбольные клубы Европы. То есть вот это были, ну, ментальные, да, спортивные сооружения. А сейчас открывают две качели, перерезают ленточку. Но пафоса не меньше. Украсть награбленное давно стало идейным стержнем и главной мечтой боевиков Ордло. А сейчас мы на нашем новом складе. Там навели порядок, но нам пришлось по объективным причинам съехать. Это видео со склада в оккупированной Брянке. Его российский террорист Игорь Гиркин использовал для своего движения Новороссия. В обход самозванцев, беспосредников, доставить помощь туда, где в ней действительно нуждаются. Именно сюда приходила так называемая гуманитарная помощь от России и фонда Стрелкова. И очевидно, все это добро вот уже несколько лет не давало спокойно спать террористу в СИА ЛНР Плотницкому. 19 июля в помещении склада ОД Новороссия, который находился в захваченном боевиками ЛНР в городе Брянке, ворвалось около 40 вооруженных людей в форме и вынесли все, пишет издание «Донбасс-Юэй». Поводом для вторжения послужило накануне награждение боевиков ножами от Игоря Стрелкова-Гиркина. Наградить бодрого. Бодрый. Сижу отечество. По сообщениям террориста ЛНР Михаила Полынкова с позывным «Хрусталь», власть так называемой республики приказала обыскать склад на основании того, что Стрелков ввозит в ЛНР холодное оружие. Когда боевики не нашли ничего запрещенного, то вынесли все, что было на складе. Кормовой запас ДНР и ЛНР все более и более сокращается. Идет просто передел. Передел награбленного. Жизнь на оккупированных территориях с каждым днем становится сложнее. Шахты закрыты. Большинство предприятий работают на одну десятую своей мощности. При этом местная пропаганда как может восхваляет оккупантов и рисует картину возрождающейся экономики. Редактор субтитров А.Семкин